Ну что ж, на пятом году жизни в Черногории мы черногорились настолько, что решили приготовить рыбную чорбу дома. Посмотрите, сколько рыбы. Мелкая рыдвушка вообще считается, что на берегу готовят из разносола мелкого такого рыбного. Рыбную чорбу она считается самой вкусной и самой правильной. Следующий этап. Пассируем лук. Написано по рецепту 700 грамм, но мы решили, что это слишком много для нас. И взяли половину от этого. Пассируем до мягкого состояния. Он практически должен развариться. Вообще его еще рекомендуют в блендере весь перетереть, но мы решили, что мы его просто разварим. Следующий этап, это, на мой взгляд, самый сложный этап, это как раз отобрать все косточки у этой мелкой рыбешки. Мы слили бульон, бульон оставляем, вот он остается у нас. Потом мы туда все это бросим. Собственно, мне кажется, именно из-за этого рыбная чорба и считается достаточно сложным в приготовлении блюда. До такого состояния прожарили лук, что он даже, в принципе, совсем мягенький, видно, да? И мы его немножко передержали, поэтому он поджарился. Но, в принципе, он не должен быть настолько карамельный. Лучше немного меньше, чтобы не давал карамельный вкус супу. Вот мы перебрали рыбу полностью, эту меленькую, и высыпаем ее в бульон. Раньше для того, чтобы приготовить чорбу, отдельно перетирали помидоры, паприку, все это отдельно добавляли. Но сейчас есть такая вот хорошая приправка рыбля-чорба. Могу сказать, что я уверена, что даже в ресторанах ней пользуются, дома точно черногорцы пользуются приправой. Вот приправа, тут уже есть паприка, помидоры все перетертые, соль, поэтому мы не солим дополнительно. Вот она наша чорбочка, тут очень много рыбы. Мы добавили еще воды, потому что у нас очень много рыбы и был очень наваристый бульон. Ну что ж, суп готов, теперь, Рома, пробуй. Теперь лучше чорба в Будве, у меня дома, а не в Порте. Вкусно? Да. Ну классно, чорб.